В общем, сейчас я буду делать творожную запеканку и до времени мне хочется заняться тестом, но время уже почти 9. Вот я и думаю, что и как мне лучше сделать. Все за раз или по отдельности, то есть сегодня творожная запеканка, завтра уже с тестом. В общем, нам понадобится простокваша, сметана, 20-25% ванильный сахар, сливочное масло. Там сколько-то есть, я уже не помню, у меня категория B, поэтому, конечно же, я буду смотреть, потому что они большие. Вообще, в оригинале, в оригинальном рецепте, там нужно 600 грамм творога, у меня 500, но у меня не 200 грамм сметаны, а всего лишь 180, но там сколько, там 20 грамм, ничего, я думаю, не значит. Вот, и поэтому, так что я думаю, нормально с ингредиентами, ничего страшного, даже творога меньше, просто убавлю чуть-чуть ингредиентов, и все. Сейчас зайду вам покажу форму. Форма СССРская, прям по-глосу, там, вы сами знаете, делали и делают хлеб, вот, но она не только для хлеба, она еще подходит как раз для кексов, для творожного что-то, ну, например, запеканки, да, или просто чего-то такого сделанного из теста, без разницы. То есть, это хорошая форма. Во-первых, она очень сильно разогревается, быстро разогревается, тем самым она быстрее делает, быстрее выпекает, и я думаю, она очень классная. Так что, помимо этого, я еще в ней, хотя я не делала хлеб много раз, потом попробовала кекс, кекс у меня сделался намного быстрее, чем было в рецепте сказано, ну, и плюсом я сейчас буду делать запеканку, посмотрите, сколько она будет по времени, но она очень быстро разогревается, прям кипяток. Руками ее, конечно, не взять, вот, потому что, сами понимаете, вот, она прям вообще, даже не сказать словами, кипяток из кипятка. Значит, сейчас я буду брать сливочное масло, смазывать нашу форму и припылять щедро манкой. Затем, я знаю то, что я вам говорила, то, что не брать такой творог тем, что очень плотная и сильная грубая, грубинка, грубинка, вот, и с ней очень долго возиться, но мне так удобно брать этой пачки, сразу 500 грамм, я такая, фиг с ним, ладно, и поэтому я буду сейчас с ней долго маяться, хочу прямо, чтобы не было крошечек, хочу прямо сделать такую, прямо идеальную массу, посмотрим. В общем, я уже сюда все положила, я положила два яйца, одно яйцо вставлено на тесто, положила, как обычно, сметану, естественно, потом манки, 6 столовых ложек, вот, без горки, вот, ну, если вдруг что, я опять же здесь напишу, сколько чего ложить или какое количество, я, конечно, все чуточку уменьшила. Так, и теперь эту всю массу мы сейчас будем прямо идеально взбивать, размешивать, взбивать, как угодно можно говорить. Также, да, молоко понадобится 200 миллилитров, но так как у меня очень сильно мало творога, ну, настолько на слове меньше, ну, в принципе, да, вдруг это значит что-то, да, я думаю, значит, да, поэтому я чуть-чуть изменила и добавила где-то 150, то есть 100 миллилитров молока. Вот, теперь это все сейчас буду блендером я чик-чирикать и добавлять в подготовленную форму, и потом я уже заранее, естественно, разогрела, потому что у нас духовка газовая, вот, я ее уже разогрела заранее, вот, чтобы она хорошо у нас разогрелась, и туда я помещу нашу будущую запеканку, вот, и она будет делаться у нас сколько по времени, ну, наверное, может, минут 30, вот так вот, вот, ну, где-то 180 градусов. Я не знаю, у меня градусов тут нету, у меня как вот по интуиции, как я уже привыкла и знаю печь сколько выпечку, на каком именно повороте, так скажем, вот, я к этому привыкла, так я остановилась, и так и делаю. Вот так вот я ее идеально, я думаю, блендером перемешала, посмотрите, какая она на этом моменте будет вот такая жидкая, достаточно очень, как, наверное, может, 15% сметаны, еще жидкая, это нормально, нужно на 10 минут или на 15-20, оставить, чтобы манка набухла, она уже будет такая плотная, эта масса, вот, как у нас манка подошла, смотрите, сразу, она тяжелее стала, и какой вот массы, прям, другой уже прям такой густой сметаны, вот, как пудинг, такая она должна быть, все, далее, минут 15 она простояла, так что уже можно делать. Вот, ребята, она готова, надо было верхушку смазать сметаной, но я не смазала, что-то я забыла, надо было ставить вот так, видите, она, как пудинг, очень горячая, потому что реально она так нагревается, так, если вам показать, видите, пудинг, теперь полностью до полного остывания. Я, в общем, даже не буду смотреть, сколько сейчас время, подумаю, что я не знаю, ну, короче, я сейчас, значит, разделила, у меня будут маленькие косички такие, ну, искушаю прям совсем маленькие, но средние. Промазываю я их сливочным маслом, и в этот раз у меня тесто тоже со сливочным маслом, то есть я вбивала постепенно туда сливочное масло, совсем чуть-чуть, немного, может, грамм 50-60, вот так вот. И далее здесь я уже промазываю, вот так вот, просто присыпываю слегка сахаром, немного, чуть-чуть. Так вот, так могу чуть-чуть еще так разровнять по всем местам, и все. Так же я тоже сильно не раскладываю, потому что тесто не любит раскатки, ну, где-то вот так вот получается. И я вот так вот складываю, кому как удобно. Так вот складываю, все. Потом так вот разрезаю на три части, потом я там внутри скрепляю, чтобы начинка никуда не утекла. И все вот так вот нож беру и делаю. Я по-разному делаю, я уже не помню. Еще месяц, в данный момент, так показалось, что так легче. Не знаю. У нас еще будет расстойка. Вот эти вот штучки мы просто закрепляем. Тесто, конечно, когда со сливочным маслом, оно более такое приятное. Как, в принципе, и на маргарине, только на масле лучше, конечно, чем на маргарине. Но я делаю два раза на маргарине. Тут решила на сливочном масле. Я вроде впервые делаю на сливочном масле тесто. Потому что я все время делаю на маргарине. Так, и просто эти части все соединяю в такую вот косичку. Не совсем прямо так сдавливаю, так слабо. Тут я так соединяю. Ну и тут слегка вот так вот. Вот такая где-то, видите? То есть она в меру получается. Не скажу, что сильно большая. Но, тем не менее, их получается хотя бы побольше. Так, сейчас мы тоже убираем. И остается у нас еще один кусочек. Я где-то вот по таким кусочкам маленьким. Разъединяла тесто. Вот, если бы я по большим, конечно, были прямо такие косы большие. Но я не вижу, как бы в этом смыслом. Три косички получаются. Противень я тоже смазала слегка. Не сливочным, а уже подсолнечным маслом. То есть у меня вот видите, как еще одна косичка, блин. Ранка, что не на этот противень. Потому что так бы сразу я один бы противень лишила. А от вас противень сюда мотать не хочется. Она придется похожа. Поэтому так промазываем. У меня нет кисточки. Как бы, чтобы промазывать кисточки, так было бы удобнее. Но масло само по себе очень мягкое и приятное. Поэтому можно и руками. Тем более для своих, как бы, да, для домашнего чаепития. И так можно. Вот. И еще так вот вот делаем. У меня эта ложечка вообще маленькая. По сравнению с чайной она меньше, наверное, в два раза. И еще я подготовила сахарную пудру. Чтобы завтра, так как я не покупала никакого джема для запеканки. Просто, чтобы сверху сделать посыпкой. Ну и еще, например, есть коса. Вот так вот ее можно завернуть. Получится такой мини-пирог сладкий. То есть тут как угодно можно. Можно вообще сделать такой огромнейший пирог. А также можно сделать вообще огромнейший пирог. Берете эту косу. Перефигачиваете по середине. Потом эту же косу также делаете. Перефигачиваете. И собираете вокруг этого. И получается такая вот как улитка. Понимаете? То есть, кстати-ка я могу такую сделать. Почему только сейчас пришли такие мысли? Ну в общем, в следующий раз надо попробовать. Но мне кажется, только, наверное, с каким-то повидлом. Было бы, наверное, очень сильно классно. Сейчас уже утро от запеканка. Я ее посыпала сахарной пудрой слегка, чтобы за место джема хоть что-то было. Посмотрите, какая она прямо здесь нежная получилась. Вообще кайф. Но она получается увесистая. То есть на несколько раз. То есть, естественно, за раз только не съешь. Субтитры сделал DimaTorzok